Тут только щепки, которые остались, их в машинке я могу подвести рядом. Наверное, 24-е сегодня? Да, похоже на то. Просится одна женщина с ребенком, ей 64 года, Лидия Никольвина. А внуку 10 лет. И просится приехать. Уже сколько просится, я не отвечаю. Никого нету, кто-то уже должен быть. Но только с ней вместе, она сама по себе. Незнакомому человеку ход на кухню закрыть. А если свою, кто-то бы помогал, знакомую. Вы подозреваете, мне не надо рассуждать, подозреваете. Правила у нас есть. Правила. И мы по праву поступаем так. У меня в лагере была интересная девчонка. Начинают каждый день какие-то нарушения. И наказание. Без наказания нет нарушения. Они знают неотвратимость наказания. Кое-что. Плохо работал. Я ему предлагаю тебе то-то, то-то. Давай варианты. Другой остаться без обеда. Без обеда, а на самом деле за этим что-то кроется. А другой согласен на наказание. Ну, за смелость я только обедаю и наказание прощаю. То есть спрашивают где, как. Надо чувствовать. И вот много иногда считают. Хорошее это дело, чтобы книга не отходила от уст своих. Но! Я не могу никак от личного опыта отойти. Для апостола Павел говорит. Бабка какая была мать. Морик это бабка. Их вера. Как она перешла к ним. Главный вопрос это. Избран ты или нет. Ну, хоть кол на голове тиши. Не на доске, не на пне. А на голове кол писать. Это русская пословица сказать. Ты не записан в книге жизни. А при чем тут я? Не знаю. А ты вымыли умол. И что? И Бог переменит все. У нас не было в семье Библии. Мы это слово даже не слыхали. Только позже я уже знал, что Библия это большая книга. Все мои познания. Ну, как не держал. Но Бог дал страх от младенчества. Желание молиться. У тебя если нет этого, ты томишься. Каждый день ты здоровьешься одно и то же. Не надоедай их тебе. И с соседом. Вчера здоровался. Сегодня уже сколько лет ты. И это не только это. И дело в том, что мы каждый день едим. Каждый день ложимся спать. Не надоело? Это тело требует. А это душа. И ты начинаешь говорить, что человек не расположен. К слову Божию. У него веры нет. Мама наша дала нам веру, что будет Суд Божий. И откуда она взяла такое выражение? Бог сказал. Терплю до конца, а буду мучить без конца. В Библии нет такого выражения. Но об этом говорится. Конец будет. Придет конец. Внезапно явится судья. И пойдут гречники в букву вечную. А правдники в жизни вечную. Как? Чего? Где? Так книга была названа лицевая. То есть с картинками. А картинки-то такие. Как иконный лифт. Как будто человек и рисовать не умеет. Киноварные такие. Вот голова где. Ним вокруг головы. Пога большие. Вот такие поля, наверное, были. Помню, на печке сидели. А брат старший на пять лет. Ну сколько мне, я не знаю. Но года четыре-то было уже. И где он карандаш достал, тоже не знаю. Такого не было еще. И он на полях нарисовал лесенкой. И маленькие человечки лезут на небо. Вот. С чего этого взял, не знаю. А то, что душа искала, это искала молиться. Я говорю, не молись сейчас у ребенка, он больше не будет молиться. А у меня жажда уединения была. Отец спасет, выгоняет рану. Солнце только восходит. Мы должны на ногах. Надо отца проводить. А потом завтрак отнести. Отнести. А вон в поле, не как сейчас рядом толкутся, от деревни не оторвешь. Километры. Четыре километра. Ну кто-то далеко не угонял. И всегда пойдешь, мать скажет, ты дома поешь. Чтобы нас ухватило там. А это не все. Пока идешь, промнешься. Отец. Да, да. Оно вкуснее. Да я ел. Я уже ел. Поешь еще. Вот. Все это вспоминаешь. И вот иду я. Каждая птица меня удивляла. Я смотрел на крылья, на ноги, на отпечаток, на крик. Это первая книжка у меня была, которую я куплю. Она о птицах была. Металлогия называется. Виталий Бянки издавала лесная газета. Вот все запомнилось. Имя такое Виталий. У нас его не было в деревне. А был кто-то Фаисий, Кузьма, Зиновий. Имена там были какие? Вот сейчас бегают и детишки у Алешки. Четыре. А какие имена? В школу пошел Варлам. Да знаете, в школах Варлам. Второй идет Назарий. Третий Евсихий. Сейчас четвертый родился Ириней. В настоящее-то время такие имена. А у мамы нашей три брата было. Макарий, Филарет, Эммануил. Ну, нет таких имен. Брат Саша был Самуил, я Игнатий. Брат Иракив. Видишь как? И это все как-то накладывало такое желание молиться, быть Богом. Особенно тревожно было весной, когда где-то что-то горело. И такая дымка была. Так тускло видно. И суд Божий будет. Всем воскрес, как мы это рассказываем. В это я верю, безусловно. Я абсолютно знал точно, чтобы не гореть в аду. Я гречник. Какой гречник-то там? Пять-шесть лет. Не знаю. Вот сегодня начнем. А что особенного сделал? Что я взял мешок муки у него, что ли? К слову сказать, муку вчера относил кто? Кто-то относил? Кто-то относил? Кто-то относил? Ну и как приняла она? Ну приняла. Приняла, да? Сразу. В мешке мы отнесли. А? В мешке отнесли. В мешке. Ну вот так вот. Я все это с сегодняшнего смотрю до времени, пока я не узнал о Христе, что он уносит за меня. Вот это вот надо вложить. А с человека веры нет, вы проси. У тебя должна быть ревность. Вот брат старший, я говорю, он все изобретал, мог. Сам магнитофоны делал. Радиоперемники. Там и трансформатор сам делает. Это же не игрушка. А я ничего никогда не умел делать. Я работал только и все. Я постигал то, что под рукой. Но его тень никакой не было. Он мог бы обмануть. Ну да нету. Там закурить. Потом я начал покуривать. Какую? Ну траву. Рвали там какой-то. Здесь бы дым шел. А он там взял трубку мне. Трубку. А где ее хранить? Маленькие трубки. И дым идет. И вот сюда в фуражку. Там дырочка сделала. Я в фуражку. А мама всегда с собой была. А мама как-то увидела. Ну что ты у тебя смотришь? Она-то увидела что-то другое. Я так и обомлел. Она узнала. А она наконец-то совсем другое. Увидела что там пятно или порванное. Вот. Я говорю о себе. Почему я тебя переношу на других. Сегодня ребенка не заставишь. А вот такое, чтобы была ревность у него. И уже сейчас техниками. Я везде тянулся. К тому сходить некуда. В церковь эту сказали неправильная. Она нельзя ходить. Православная. А были старые обрядцы. Тержаки. Беспоковцы. И вот мать сказала, что нельзя в пионеры вступать. В комсомол. Это душа пойдет в ад. Нельзя. Никак. В школе пить нельзя. Школа-то вот где была. Нельзя дому. А дом наш был вот сзади. Коевы спите. Это наш дом был. Со всех ног несешься. Большую переменку. Там минут 15. Ты стакар воды выпил. Аппарат. Пока добежишь еще ноте. Может еще и нету. Вот. Вот. Бог это все дает. Вот. Вспомнишь. Как будто это картина. Ну, вчера была. Я на него не могу это объяснить ни с чем. Тяга к уединению пойти. В школе было тогда так. Задание, да, с учительницей. И каждая делает. Если ты сделала раньше. Там задачку решил. Тебе сидеть уже не за чем. Пойду, смотри в ванную. Ну, иди. И я со всех ног мчусь тут. Где кладбище. Аколок там много было почему-то. Жуланов. Это большая синица. Нет. 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 Потом, когда стал встречать атеистическую литературу. И там пишет. Я не знал. Евангелие слова не слыхал. Первый раз услышал у Виктории Голгору. Отверженное. На полях были пометки в какой-то книге. Он говорит. Я полагаю, что это было из Евангелия. Что такое Евангелие? Вот как из Саветалия Абьянки. Это слово заинтересовало тебя уже в технику. И цифры какие-то стоят. Цифры. Глава стих. Я же никто не скажет. Не знаю. Я вижу. Анализирую, что вот эти слова, на которые нападают, они непобедимые. Они сильные слова. Они глубокие слова. Правильные слова. Никто этого не говорил. Никто не заставлял. Никто не учил. Не иметь дело с женщинами. И Господь спас от этого. Вот как. Потому что мозги больше всего проедает блудная жизнь. Там где-то, кто-то, как-то. Но это одно. А сейчас еще и компьютерные игры и все такое добавляют к этому. Поэтому даже вопрос это задать не могут. Вот он даже в щатую литку заходишь. Так. А ты откуда, дед? Ну ты меня знать не знаешь. Через минуту мы расстанемся навсегда. И тебе надо запоминать, где я. Тебе это нужно, это. Вообще особенно. А как тебя звать? То есть. А как дела? Маленькие пацаненки. Один и те же вопросы. Как дела? Как дела? Какие дела? Ну я тебе скажу, что я делаю. Велосипеды делаю. Еще дальше. Еще ты будешь голову мне резать или еще? Ну конкретно. Вот. Не знаю, что спросить. Я говорю, вопрос только один. С чем мы можем быть полезны друг для друга? Какие у нас таланты? Как поделиться? И при том все стандарты говорят. Все. Сто процентов. Почему друг от друга учатся? И уже маленький такой, уже раздетый. Ждет какую виду себе. Ты раздетый рекламируешь тело. Жрешь, когда появится, которая тебе говорит, дорогу в ад откроет. Уловлено будешь ею, как птицы, как олень на выстрелы идущие. И вот заниматься. Сколько Библии? Не знаю. Я ее считал, когда в Библию первый раз дали мне. Ну если выходные, а тогда часов по десять. Особенно запоминается мне это было в Латвии. Там не особенно так много лесов, но и есть. У меня на воскресенье уходил. Такой перелесок. Там такие распадины полные. Из Библии один никого нету. Наступает вечер в тени охота. Потому что завтра мне опять надо считать луна. Я залез на березу, слил ее до себе. Не знаю, привязывался или как. И там ночевала картина. Представитель из Библии в обнимку. Один человек. С бородой я уже был. Распадок. Утром туман внизу меня. Я на березе, как горилла или шимпанзе. И ничего в этом я не видел. Кроме того, что это хорошо. Спрашивает, как это тяга должна быть. Выпросить. Выпросить. Если ты веришь в Бога. Вера в Бога тебя откроет двери ко всем тайнам. Будет в руках Библии. Будешь считать. Будешь знать настоящее, прошедшее и будущее. Под многого держишься. Любую работу какую делаешь. Делай. Интересно. Быстро. Для Господа. Все что делаете, делайте и как для Господа. Как для Господа. А не так. Я понял. Ну это такая работа. Такая там была. Там про печальники. Я бы делал. Ну то есть, что есть ценнее это. И маленько вперед заглядывай. Тебя уже здесь не будет. А здесь будут люди пользоваться. Будет кому-то хорошо. Понимаешь как? Сразу у тебя по-другому должно быть. С такой радостью делает. Ни минуты не позволяй себе стоять. Рот раздевать. Время уходит безвозвратно. Как Шолохов пишет Михаил Александрович. Спроси старого человека. Заметли бы он как жизнь прошла. И он по-своему отвечает. И говорит. Ни черта он не заметил. Такая поговорка как-нибудь. Не заметил. И уже кровь у тебя как в боком колодце холодная. Ничего этого нет. Либо так чтобы все время гореть огнем. Это надо у Бога просить. Любое дело. Начинается чтение. Видишь скут уже задремал. Просыпается. А что он сказал? Это Серахов про это говорит. А? Он сонный просыпается. Что? Вопрос. А ты радуйся это. И слагай сердце своем. Мало того. Обязательно нужно нести в нем ничего. Какие места писания разбирались. Что тебя коснулось. Что к тебе. Я вот считаю. Удивляются люди. Это вы знаете. Это мой стих. Как. Ну то есть я его пережил. В моей жизни было. Она легко запоминается. Запоминается. Если на твоих глазах погиб человек. И погиб. По глупости. Отец ушел. В стене висит ружье. Как. Ружье заряженное. Да. Как же так это. Когда ружье должно. В определенном ящике. Закрытые. Ключи. Кто не должен знать. Пацаненок снял. Сестренка направил на нее. Бабахну. Ну. Отец пришел. Труп лежит. Ну маленько. Даже. Я считаю. Про это. Это трудно поверить. Трудно. Другой не смотрит. Машину поставил. На тормозах. А она поехала вниз. Да не машина. А каток. Которым асфальт катает. Я каток его под горку раскатил. А там машина стоит. А в машине сидит генерал. Его набануло там. И он сколько лет. Костя буквально там. Все. На вытяжку лежит. Из-за чего? Из-за одного. Его и дураком нельзя назвать. Да я уже не знал. Что ты не знал. Что четвертый атомный реактор взорвется. Там уже красная черта. Трясло целые сутки. Показывало. Что надо сбавить. И под запорошил это глаза. Половина Европы. Сколько людей погибло. Пожарники тушили. Все до одного. В течение месяца погибли. Я знал. Тебе дали. Ты за это отвечать будешь. Ты жизнь человеческую прервал. Вот так. А другой, другой, другой по-другому. Едет дорога. Кошка когда ходит. И так раз в уши я грызу. Она шевернула. У нее слух. Нюх у нее слабый. А собака носом поведет. У нее нюх. Каждому Бог дал свое. Каждому животному. Где-то мышка прошла. И у мышки особый звук. Когда мышка бежит. Лапами шеверит. И там где-то топается. Ну какой топается? Ну мышка там махонькая. Эээ. У кошки другое назначение. Она туда подкралась. И готово дело. И дальше ей играет. А кошки игрушки. А мышки слезки. Я попутно на все говорю. Ты применяй это к себе. А если бы это был я сидел там. Я бы как смотрел на это. И вот милиционер едет с работы домой. И слышит чак. Маленькая пойдет чак. И он знает. А тот звук издает. Только когда на холостой курок нажимают. Нога. И он сразу павел. Нужно смотреть. Вот. Впереди. На середине СС-2. Там сидит человек. Вот так вот держит. И пистолет. И он теперь думает. Что сделать? Один он или несколько? Он глазами всех обвел. И видит второй. Похоже на него. Двое. Я один. Шофер не знает. Как? И он теперь убирает место. Как подойти рядом. Когда тут выйдет из этого. Из сиденья-то. И взять дальше-то. Вот это специалист. Надо быть профессионалом своего дела. Я вел занятия во всех отделах милиции. Их пять районов в Барнауле. Много лет. Больше никого там не было один. Это мое поприще. Городское и краевое. А еще есть линейный отдел. При вокзале. И я там вел занятия. Милиция вся знала меня. И кроме того в краевом. Там собирают офицеры. Сотни. Собирают иногда прокуроры. За мной приезжают. А я в тюрьме работаю. Там заключенная машина. Полковник приезжает. Меня забирает. Я тогда еду с ними. Там занятия веду. Видео. Видео. Канал открытый был. А Библии не достать было. Через нас шли сотни Библии. Стоимость. В десять почти раз меньше чем в сербе. И вот. Стою я однажды в коридоре. Жду. Сейчас занятия буду. Линейный отдел проходит. Седой. Высокий. Такой. Сухопарный. Так. Две недели назад. Вы были на старом базаре. Продавали жирную свинину. Нет. Я вообще не торгую. За прилавком стояга. Рядом наверное. Похожий на вас брат. Но только помоложе. Фух. Правда. Отец Аким продавал свиньё. Он жил в Рибрихе. На станции. И попросил меня повезти ему. Он не думал меня запоминать. Никогда встилетить. Он шёл глазом только. И он понял. Он не спит. Он не дремлет. И она отложилась. Какая свинина. От какой уже память надо ведь. И таких-то случаев. Где он шёл в это время. Он никогда не думал. Что меня в глаза увидели. И у него всё там. Это ДОКа называют. Это специалист. В своём роде. В тюрьме самый один. Сидел в камере. И говорит. Проклятая яма. Этот Барнаул. Совершил я когда-то тут кражу. Лет пять или семь прошло. Ехал с жиром. Я решил выйти по пиросу. Убить. Я только вышел. Говорит. И тут уже меня арестовали. Представь себя на то. На того. Которые были данные о нём. Вот как надо работать. Я это всё применяю. Быть профессионалом своего дела. О чём заговорили. Почему это случилось. Почему не другой человек. А вот именно его избрал Господь. Тебе ответы будут даны. В Тауз говорит. Научитесь не задавать вопросы. То есть. К этому подходить надо. Но так надо. Что не понятно. И в каждом вопросе. Где бы ни было. У меня всегда есть свои примеры. Из личной жизни. Это понимает. Приезжала плена. И говорит. Какой вопрос не возьми. А интересно-то. Это моя жизнь. И как всегда. Никогда. Но наблюдатель не был. Я люблю наблюдать за сусликами. Потому что они мне помогали жить. Жизнь свою платили. Один день. Я помню. 70 штук поймал. Сусликов. Это и капканы. Петли. Водой. Самое удобное водой. Если вода есть. И бедра 2. Хватит ножку забить. Он выскакивает за швирку. Раз. И теперь я его в капкан сажаю. Чтобы он быстро просох. Когда он будет мертвым. Он плохо сохнет. У меня шкурка должна быть. Блестящая. Как все. Такой грудь пробел. Я знаю как без сердца. У меня сердце оторвалось. Я держусь. Если бы меня не укусил никогда. Я домой приносил. Они бегали тут. С птицами как. Я во всем видел премудрость Божию. Тогда. Когда я не знал о Боге ничего. Бог это страшно. Это мудро. И Господь только правду любит. И поэтому. Когда Евангелие зазмущало. Меня никто не уговаривал. Ни слова не говорил. Что обидели от Бога. Я как бы с неба голос услышал. Как бы. Я не слышал. Но я понял каждое слово. Ко мне. И выписывать еще нельзя здесь. И все подряд. Эту книгу надо иметь такую. И вскоре мне Бог дал. Евангелие от Матфея. Маленький. Евангелие от Матфея. Потом Евангелие от Марка. Помню было. Тогда было трудно достать. А уж. Новый Завет достать. Это вообще. И он у меня будет. На корабле. Библию полную достать. Правда. Без неканонических книг. 66 книг. И она у меня будет подарить мне. И мне с детства Бог дал вот это чувство от Отца. Быть благодарным. Кто мне где-то сделал добро, я его найду все равно. Год, два, десять лет буду искать, найду, чтобы отблагодарить. Вот она дала тут. Мы блины поели так здесь. Немедленно туда. Сразу отнести. И у меня тревога в душе. Как так она будет? Ну нет. Не оплачено ей это. Вот это в себе развивать. Не будь без участия. Где бы чего не было. Ты интересуйся всем. Как Слово Божие донести до людей? Что за люди? Как они принимают? Вот у меня есть в четвертом томе, с кем беседовать. Все люди разбиваются, кажется, на 24 категории. И с кем беседовать. У тебя какое местописание? Ключи? Это можно знать. У тебя какие-то книги мои есть? А как же? Да. А какие? Все. А есть такие, которые еще не нуждаются. А другой там взял, проходит и говорит, а можно еще? Истинного православия сказал, можно. А у меня переиздано было в три раза еще больше тираж. И смотришь, вот на Лемеш и Димитрия. Он разложил и, кажется, 7 или 8 сфотографировал. Это Господь делает так. Теперь, вот вы сейчас будете что-то считать. Володя не считал еще ничего? Возьми, не считаю. Он лежит Библию. И стукни этот аппарат выйдет. Подальше обходи. Ногу дальше оставляй. Да, и где-то. У тебя что есть, оно должно быть. Внутрь входить. А, вот мне надо считать. Это твое. И проси милости Божьей запоминать. Тебе все рассказал, ты разыгрался. Не надо больше ничего жестами не показывать. Не надо. Потому что каждый этаж. Это тоже грамота большая. Со скоростью разговорной речи переводит. Абсолютно точно. Вот это текст. Он на буквы точно переводит. Цифры. Все означает. Рождение. 10, 5. Все данные цифры. И они фальцами показываются. Мимикой. А как правильный язык этот называется? Сурдоперевод? Да. Сурдоперевод. 18 глава, с 28 по 35 стих. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, своему согрешению его». Толкование Боженного Феофилакта «Никто из пребывающих в Боге не бывает бессострадателем, а только тот, кто удаляется от Бога и делается чуждым ему». Раб, получивший прощение несравненно большего долга десяти тысяч талантов, не хочет не только простить несравненно меньшего ста динария, но и отсрочить, хотя должник просит его теми же самыми словами, какими тот просил царя, напоминая тем… «Как сам он спасся». Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они заслужители того злого раба. «Говорят же они Господу, никак не знающему, а для того, дабы ты знал». «И не двое стали снова? Посмотри. Что-то не потеряется». «Нет». «Ну подавай». «Как сам он спасся». «Еще как бы если переход такой взял». «Здесь представляются ангелы, ненавидящие зло и любящие добро, ибо они заслужители того злого раба. «Говорят же они это Господу, никак не знающими, а для того, дабы знал, что ангелы – суть наши защитники, и что они не любят бесчеловечных». «Господь производит суд над злым рабом из человеколюбия, чтобы показать, что не он, а жестокость и неблагодарность раба лишает милости». «Каким мучителям предает?» «Конечно, карающим силам на мучение вечное. Ибо слова пока не отдаст ему всего долга. Значит, да то ли пусть мучится, пока не воздаст. Но он никогда не воздаст долга, то есть никогда не кончит должного и заслуженного наказания. Ибо Ваде нет покаяния. Следовательно, он всегда будет под наказанием». Ваде нет покаяния. Вот тебе все молитвы наши. Ваде нет покаяния, а без покаяния нет спасения. И поэтому молитвы за умерших до нашего утешения. Участь его мы изменить не можем. Желает же, чтобы отпущение было от сердца, а не от одних уст. Представь теперь, какое зло памятозлобие. А, памятозлобие – это зло. Оно лишает даже и дарованного дара Божия. Хотя дарования Божия не раскаянны, но от нашей злобы и они теряются. Так надо мне знать сейчас. Машинка-то хоть одна направлена, нет? Пилить. Ну как же, столько время возите, разворачиваете, крутите, сидите. Надо быстро нам сейчас напилить. Приготовить жерди. Погода такого постановится, дождя-то осенний будет. Я пойду собаку прогуляю. Какая бы ни была погода, мне надо вывезти его. Тогда отправиться дорогой. Вы сразу здесь и садитесь, и Володе помогать, что надо, и ремонтировать надо. Иначе пилу в руки и пилить. А пилить это, конечно, намного дольше. И по-другому никак. Чтоб ветер дольше на ветках согнал. Пошли. 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 Давай. Вот так. Слава тебе, Боже, значит. Слава тебе. Так. Выпущу. Вот так. Пока.